Всем привет! В этом видео я бы хотел провести небольшой мини-тест медицинских ножниц от компании EDC Gear. Это чистый Китай, бренд тоже китайский, хотя под данным брендом также выходит довольно-таки много любопытных вещей. Что касается самих ножниц, то подобные ножницы выпускаются как в самых дешевых вариантах от ноу-нейм брендов, так и в самых дорогих версиях, типа ножниц мультитулов вроде Leatherman Raptor. Данный вариант один из самых популярных, наверное, поэтому я решил сделать мини-тест для того, чтобы было видно их возможности. Кратко о самой модели. Данные модели выпускаются в четырех основных цветах. Это черный, олива, пустынный и оранжевый. При этом металлические части здесь у них всегда покрыты черным цветом. При этом на видео может казаться, что он глянцевый. На самом деле он в жизни блестит не так уж сильно. Из недостатков могу назвать то, что здесь соединение просто на заклепку. Со временем при каких-то сильных нагрузках, возможно, расшатается. Здесь также имеются ребра жесткости на каждом элементе и плюс защита от случайных порезов. Она же является направляющей. Здесь также имеется вот такая вот небольшая микропила, которая, по заявлениям производителя, позволяет быстрее перерезать некоторые типы материалов. Также здесь имеется вот такой вот зацеп, который предназначен для зачистки оплетки на проводах. Но его также можно использовать, наверное, и для медицинских целей, поскольку сами ножницы медицинские. Следовательно, первое, что приходит в голову, это открывание ампул. Поскольку здесь диаметр отверстия небольшой, он как раз-таки подходит под ампулы с узким носиком. У меня таких нет. Есть ампула с толстым носиком. Например, такая, да. Но, в принципе, даже если учесть, что такие ампулы современные, они имеют вот такую вот точку для более быстрого и удобного открывания руками. Но если у вас нет салфеток или перчаток, нет, вы не хотите случайно порезаться, то, в принципе, ножницы тоже немножечко помогают. Хотя, конечно, профессионалы, которые часто открывают ампулу, естественно, уже наловчились делать это и без всяких ножниц. Что касается зачистки проводов, то я здесь, думаю, дополнительные пояснения не нужны. Вот таким образом. Теперь, что касается реза. Для начала попробуем перерезать некий аналог брючного ремня. У меня здесь есть линолеум, как раз-таки по размерам похожий. И при этом он, если его сложить, допустим, в три раза, он по своей структуре очень сильно напоминает такой хороший пистолетный ремень с какой-то проставкой для прочности. Сейчас попробуем перерезать, насколько легко пойдет. Ну, как видите, замечательно. Так, теперь попробуем перерезать эти вот тестовые перчатки. Вы, наверное, их помните по тесту на паризостойкость. Они его, скажем так, прошли частично, но сейчас попробуем разрезать их. Резать перчатки, наверное, буду в этой части, чтобы было все видно максимально. Как видите, идет медленно, но все равно неплохо режется. И такой звук, как будто бы вот эта вот как раз-таки микропила немножечко помогает. Как будто она так участвует в этом деле. Звук именно такой характерный. Ну что ж, теперь самое сложное. Для теста я оставил вот такие вот ботинки. Я их уже относил достаточно долго. Вид у них стал уже достаточно непрезентабельный. Люберцы здесь повыпадали. Родные шнурки пообдергались, да. Поэтому решил, что они должны послужить хорошему делу. И провести на них тест этих ножниц. Ну что ж, попробуем их перерезать. Здесь, кстати, очень толстый материал. Посмотрим, как все это пройдет. Мне кажется, будет очень с большим трудом. Как раз-таки то, что нужно отрезать подобным ножницам. Поскольку, если, допустим, какая-то травма, да, то они должны достаточно легко все это резать. Но смотрите-ка, нормально идут. Я, конечно, силы прилагаю, но не скажу, что я прям так уж напрягаюсь. Тут уже, конечно, все значительно проще пошло. Как ни странно, ножницы режут более-менее нормально. При этом я хочу посмотреть, насколько они расшатаются после такой достаточно сложной работы. Вот здесь уже, видимо, какая-то пластиковая вставка. Точно не помню, есть ли она тут или нет. По-моему, тут не было, но во что-то ножницы явно уперлись. Нет, смотрите-ка, продолжает идти до упора. Так, какого-то дополнительного шата у ножниц не возникло. Что касается ботинок, то они разрезались от и до. По-моему, не так плохо для бюджетных китайских ножниц. Если честно, подумал, что они могут расшататься, да, от какой-то такой довольно грубой работы. Но они, как видите, не люфтят. И эта заклепка все еще на месте. При этом сами не погнулись, что радует. Ну что ж, друзья, надеюсь, этот мини-тест был полезен. А ссылочку на данные ножницы я оставлю в описании к видео. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.